Доброе утро! Встречайте, наш прекрасный гость, краса Бурятии 2022, обворожительная, Екатерина Быкова. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Я просто, я поражен. Проходите, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Екатерина, как утро, как проснулись? Все отлично, с хорошим настроением, с чашечкой кофе. Как красавица Бурятия должна проснуться? Рядом кто-то должен бегать, подносить корону сразу с утра, нет? Ну, было бы неплохо. Ну, все, хорошо. У нас по традиции, по традиции, маленькие, маленькие испытания, маленький, грубо говоря, челлендж. Есть предположение, что мы будем делать сегодня? Не знаю, кто первые ее задует. Кто первые ее задует, а бутылки зачем? Не знаю. Просто, просто. Объясняй правило, объясняй правило. Свеча будет гореть, мы потихоньку должны, ну, можно больше, можно меньше, заливать туда воды. Ага. На каком свечка потухнет, кто-то проиграл. За эфиром мы обусловились, то, что если проигрываю я, я что делаю? Отжимаетесь. Я отжимаюсь. Если проигрывает Екатерина, она отдает мне свою корону. Как-то так все легко, я просто буду красавец в Бурятии. Ладно, все, у нас все примерно ясно. Берем бутылочки в руки. Сейчас самое важное. Загорается все. А где грани до конца? Пока не затухнет, а она сгорает. Начнем с вас. А можно просто сверху ее залить? Так нельзя, нельзя, чтобы. Главное, чтобы не затухло. Начинаем. Это подвох? Нет, никакого подвоха. Как-то так аккуратненько, да, вот так аккуратненько, слегка, да. Ну, я, наверное, сразу правила нам сделаю прекрасное, да, вот наполовинку. Играем дальше? Ну, раз мне надо. Напоминаю, если затухнет свечка, вы проиграли. У вас на конкурсе, кстати, не было таких конкурсов? Нет. Я сижу. Все. Начинаем посерьезно. Конечно. Начинаем посерьезно. То мы тогда до утра будем... До утра? До следующего. До следующего. Капка тихонько. Что, потрясающе. Я с удовольствием буду с вами еще одно утро провел. Так, а она успеет уже... Она же горит еще. Какая хорошая свеча. Упс. Упс. Пастырь и ножа ходит. Ваша очередь. Сейчас фитиль пропитается. Не, 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 не. Ну, 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 ну. Все. Просто кто-то ждал. Я чем-то ждал. Кто-то очень умный и ждал просто, когда все прогорит. Ладно, ничего. Сладкий подарок. А, это было мой любимый шоколадок. Сладкий подарок. Спасибо большое. Я думал, а зачем здесь стоит шоколадка? Кто-то будем делать с шоколадкой? Ну что, отжиматься? Спасибо большое. Да. Это сколько? Не знаю. Не водею. Сколько красавицы отжимается с утра? Ну, я, наверное, раз в 15, наверное, точно смогу отжаться. Ну, а я, наверное, раз в 5 могу. Хорошо. Ладно. Ну, что же, как говорится, долг, долг есть долг. Ну, а пока я буду отжиматься, вы, дорогие друзья, не переключайтесь. Впереди рубрика «Погода». Всем привет! В эфире рубрика «Погода». Сегодня 23 ноября, среда. Сегодня облачно. Сейчас температура воздуха составляет минус 13. К 11 часам поднимется до минус 11 градусов, а к обеду ожидаем максимальную температуру 6 градусов ниже 0. Средняя скорость ветра 7 метров в секунду. Фух, ну, поотжимались. Придели все в порядке. Еще раз доброе утро, дорогие мои. Обращаюсь к прекрасной половине наших зрителей. Уберите от экранов своих мужчин. Напомню, в гостях у нас краса Бурятия 2022 года. Екатерина Быкова. Кать, расскажи, пожалуйста. Вот ты самая красивая девушка Бурятия. В общем, принято все выбрали, все знают. Да. Как ты вообще решила пойти на конкурс красоты? Как это произошло? Все банально просто. Я листала соцсеть, наткнулась на пост красоты Бурятия и увидела, что приходит кастинг, где будет отбираться количество девчонок, которые будут участвовать в конкурсе красоты Бурятия. И решили зарегистрироваться? Да, просто пришла. Там мне особо ничего не нужно было делать. Краса из народа, голосуйте. Просто пришла на кастинг. Ну и все, и потом началась эта бурность, бурность, да? Как понеслось все это, подготовки. Вот что, как понеслось, что вот? Ну, на кастинге нас тоже спрашивали, такой был немножко экскурс в свою жизнь. Чем ты увлекаешься, чем занимаешься, где работаешь и так далее. А потом подготовки, репетиции, макияжи, показы, ой, как закрутилось, да. Всего-всего. Корона, корона, она прекрасна. И она не одна, почему она не одна вообще? Потому что это главная корона. Вот эта, да? Да, красы Бурятий. А почему она не на вас? Потому что она с меня слетает немножко. Обычно всем корона жмет. Запомнили, да? А у меня слетает. Корона слетает. Можем ее примерить? Или нельзя это? Наверное, нет. Нет, все, 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 хорошо. Вот она выстоит. Все, это слетает. Ну вот, почему их две? Потому что главная корона красы Бурятий передается каждый год. То есть я в следующем году, да, я буду ее с себя снимать и передавать следующей красе Бурятий, которая будет 2023 года. А та, которая на вас? А это остается при мне. Это моя обычная, стандартная. Я каждый день не хожу. Каждый день просто, как на праздник. Я так понимаю, это мисс Дружба, да? Да, это корона, мисс Дружба. Вот понятно, почему краса Бурятия, да? Ну, это 100%. А вот мисс Дружба, что за номинация? На финале награждает каждую девушку и присваивается какой-то определенный титул. Это мисс Толерантность, мисс Грация и так далее. Мне досталась мисс Дружба. То есть вы максимально дружелюбная? Да, я обожаю новые компании, друзья, потому что я разом приобрела 17 девчонок. 17 подружек, да? Да, 17 подружек. До сих пор мы общаемся, переписываемся и прям скучаем по этому движу. То есть вы никому каблуки не подпиливали, да? Нет. Ни в коем случае, никому маникюр там не... Наоборот, помогали. Наоборот. А вот знаете, на мировых-то садах думаешь, там все что-то происходит, какие-то козни, нет? Нет, у нас вообще было все настолько... Мы даже в процессе забыли, что мы вообще на конкурс готовимся. Что мы общались, вместе кушали, вместе проводили разные встречи. И потом в конце такие, а, мы вообще на конкурсе живем, мы с друг другом соперничаем. Титул «Краса Бурятий» что он дает? Нет, вы можете входить в чужие квартиры, там, говорят, я краса, там, не знаю, у вас личный какой-то есть коронаносец. Что это, что за титул? Да, нет, она красиво стоит у меня на стенке, где мои все награды. Много наград? Ну да, различные медали, дипломы и так далее. Вот это, мне кажется, очень... Да, она очень выделяется, я скажу, да. Так, мне ответили, что титул дает? Какой-то, ну, вальяжность, красоты. То есть вы заходите, допустим, грубо говоря, в трамвай, да? Сейчас сразу расступаются места. Нет, такого нет. Просто дает уверенность в том, что я и так знала, что я самая красивая. А теперь еще и призвана, как это... Вообще принято. Да, вообще принято. Все знают, все подчеркнули это. Да. Вообще сложно? Сложно на конкурсе «Краса Бурятий»? Я не сказала бы, что сложно. Самое для меня это было подстроить работу и хождение на каблуках, наверное. Это было самое сложное. Правда. Я знаю, вы работаете по образованию в... Дирижер-хармейстер. Дирижер-хармейстер, да? Да, все верно. Связано ли это как-то с нынешней работой? Или вы все-таки, я где-то считал, что еще обучаете грудничков плавать? Да, все верно. Ну, по профессии я поработала два года в Кабанской детской школе искусства. Да, дирижером-хармейстером. Нормально мы так поучаствовали даже в международном конкурсах. Поэтому я попробовала себя там. У меня есть результат. У меня учится выпускница моя в Новосибирском колледже искусств. Да, то есть я, грубо говоря, достигла там результатов и поняла, что хочу что-то еще другое попробовать. Да. Ну, а сейчас малышей, да? Да, сейчас я уже четвертый год работаю инструктором по грудничковому плаванию. Так и запомнили. Краса Бурятии учит малышей плавать и быть красивыми. А вы, дорогие мои, ни в коем случае не переключайтесь. Мы обязательно узнаем о красе Бурятии. Может, какой-то человек появляется, который юных девушек в жертвоприношении. Смотрите дальше рубрику. Здравствуйте. На связи Татьяна Бадоева. И номерологический прогноз на среду, 23 ноября. Сегодняшний день лучше провести по девизам «собранность и концентрация». Приведите дела в порядок. Работайте над самодисциплиной. Относитесь к делам и задачам разумно, честно и со всей ответственностью. Распишите задачи и цели на ближайшее время. Выстроите стратегию действий. В этот день не стоит принимать поспешных решений. Нужно тщательно анализировать, завешивать каждую появившуюся возможность. В общем, приступайте к реализации, только если четко понимаете, что, зачем и почему. Все процессы должны быть максимально прозрачны для вас. Будьте гибкими, чтобы использовать все возможности, которые находятся вокруг. Также в этот день не забывайте про спорт и укрепление своего здоровья. Это также поможет вам расставить мысли по полочкам и прокачает самодисциплину. Настройка на день. Я последовательно и решительно достигаю своих целей. С вами была Татьяна Бадоева. Плодотворного дня. До завтра. Ну а мы продолжаем поднимать вам настроение, дорогие зрители телеканала Оригус. Новое утро с красавицей Екатериной Быковой. Катя, мы подготовили тебе небольшой блиц. Хорошо. Отвечать на него нужно будет только. Да, нет, ну в каком-то случае. Возможно. Нет, никакого возможно. Пусть немного развернута. А, хорошо. Быстро, быстро. Все, что в голову приходит. Готовы? Приготовились? Да. Три, два, один. Завидовала ли ты моделям? Да. Закатываешь истерики по пустякам? Нет. Соснялась своей внешности? Да. Думала о пластических операциях? Нет. Есть парень? Нет. Какой должен быть мужчина, красивый или богатый? Амбициозный. Хорошо. Хочешь детей? Да. Модельный бизнес это твое? Ну, вряд ли. Много комплексов? Нет. Считаешь себя толстой? Нет. Пива-таблетки для похудения? Нет. Считаешь себя красивой? Да. Ты самая красивая на востоке? Да. Для себя точно самая красивая. Соблюдаешь диеты? Нет. Ешь перед сном? Да. Ему еду, упавшую на пол? Да. Ну, немножечко давай обсудим. Три секунды не считается. Абсолютно правило. Правило трех секунд. Да. Почему все-таки немножечко засчислялись в некоторых вопросах? Не знаю. Я же говорю, самое красивое ты говоришь, да? А потом засчислялась о своей красоте? Конечно, у всех есть комплексы, но с ними можно работать и корректировать. Корректируют. Корректируют. Вот, не знаю, краса, бурять, уже это все, это все, этот титул, прям все дальше, только куда дальше? Россия. Мисс Россия. Есть амбиции внутри? Конечно. Хоть отбавляй. Спокойно завоеваем, да, Россия? Конечно, да, есть. Что там будет? Там сложнее, наверное, да, скорее всего? Не знаю точных нюансов, что там будет, но главное, есть желание победить. Большая масса готовит, да, вот все? Вот у вас какая-то команда, я не знаю. Ну, да. Организаторы помогают, конечно, справятся. Психологически или вообще-то какие-то? Вообще, вообще тоже. Какие-то материальные? Да, потому что, когда на красе бурятия ты видел свои недочеты, с чем можно поработать, что скорректировать, вот, поэтому можно над ними поработать. Какие недочеты были? Ну, вам не скажу. Секрет, да? Маленький секретик. Ника, у красы бурятия нет изъянов. Да. Все идеально, максимально все красиво. Хорошо, договорились. Ну, я думаю, если идет подготовка к Москве, можно немного здесь чуть-чуть отрепетировать. Ну, а как будет проходить подготовка и что будет делать наша краса, бурятия, вы узнаете после небольшой рубрики. В доту играл? О, я не играю вообще. В компьютерные игры играете? Нет, возраст не тот. Мне подсказывает мое сердце, что вы играете в компьютерные игры. Вы точно? Ну, да. В какие? Да, разные там. КС-ка. Играю в шахматы с уноком. В карты не играю. Ну, и в морской бою, например. Что еще? Ну, КС, Дота. Все? Угу. Ну, может, Майнкрафт. Как за усами ухожу? С усами, между прочим, сегодня утром. Все обрезал сам. Еще всякие синглплеерные игры. Сейчас я интересуюсь серией игр. В Дюйти проходил. В Симс играли? В Симс как-то в детстве играл. Ну, когда в парикмахстане хожу, там прошу меня подправить, они подправляют. Не красить? Не. А почему? А как я буду красить-то? Молча. Молча? Не. Можно я прямо, да, задам сразу? Вы вот такой вот прям вот компьютерный гений? Ну, не назвал бы себя таким, но, по крайней мере, более-менее компьютерно грамотный. Водрот. Ну, да. Играете в компьютерные игры? Никак нет. Почему? Осуждаем. Осуждаете? Максимально. Почему? Потому что компьютерные игры – это зло. Конечно, играем. Вы не обижаетесь на такое? Не, не. Не, нормально. Я себя таким и осознаю. Это обидное слово? Не. Ну, вы, мне кажется, очень умный. Не. Я балбес. Самокритично. Ну, есть такое, но стараюсь и саморазвиваться. Удачи? Да. Да. Дота, Контурстрайк, ну, все такие основные. Хорошо. Девушка, какой игре вас ревнует? Ко всем. Доту. Еще какое? Все. Все. Подождите, это натуральный цвет волос? Да. Часов по 15. Ужас! В смысле ужас? Ужас! Обряю. Нет! Как вас зовут? Саня. Санечка, Санек. В последнее время Valorant вот люблю. Хорошая игра. Ну, и все больше. Осуждаю. Осуждаю. Counter-Strike Global Offensis. Компьютерные игры – это зло? Нет. Пустой. Компьютерные игры – это тот же досуг. Тем более, компьютерные игры развивают тоже людей с реакцией. Всем советую учиться. Не играть в компьютерные игры. Дорогой друг, ты все проспалась и не знаешь, что в гостях у нас Екатерина Быкова, краса Бурятия 2022 года. Катя, король наш шикарный, который там стоял, но твоя улыбка намного лучше. Вот так вот, да? Вот так вот. И, кстати, как правильно учиться улыбаться и вообще выглядеть прекрасно даже на подиуме, нас сейчас все-таки Катя научит. Да. Катя, расскажи, покажи в первую очередь, как нужно красиво держаться на дефиле и расскажи всю эту школу, всю эту, все секретики. Ну, все секреты не расскажу. Ну, немножечко-то. Чуть-чуть. Ну, я, наверное, начну с теории, да? Или прям с показа. Можно с практики на теорию, все это вместе прям. Можно идти и говорить. Пойдем в угол. Где бы, с золочкой. Вот так вот, да? Не, я не буду красоту трогать, вот постою где-нибудь. Не забывайте меня, пожалуйста. Все. Не, какой заткни? Не порти кадр, скажи, ко мне в обращение. Катя, ну, давайте, начнем. Я покажу. Да. А вы... А потом начнем с теории. Ну, и можно заплатить. Как-то вот, ну, просто мы прошлись, нет? Вот что, ну, нужно же держать осанку, да? Я держу ее. Ну, нет, вы же меня учите. Ну, вот, это с практики. Давайте. С теорией. Самое главное-то держать осанку, да, как вы сказали, все верно. Лопатки собрать, живот подобрать. Собрал. Подобрать? Живот не могу подобрать. Живот будет такой. Хорошо. И такое ощущение, что кто-то вас там заверх чуть-чуть тянет, да? То есть соблюдать ось тела. Там? Ну. Там, да? Мысленно. Мысленно нас подтянули наверх хорошо. Да, то есть не изглобившись, ничего. Угу. Осанку держать. Все. Живот спрятать по полу. Говорят, от бедра. Ну, то есть если мы будем ходить от бедра, то мы будем очень как-то вальяжно, вульгарно идти, да? Наша задача поднимать и выталкивать бедро. То есть мы поднимаем ногу. Угу. Вот. И задача не сюда убрать бедро, выставить его, а вперед. То есть убрать, да, то есть выкинуть колено и его разъебаем сразу. Иначе будем как кузнечики с коленками. Это я умею. Как динозавр ходить. Да, да, да. Поэтому мы подняли, выкинули бедро и сразу прямая нога. Давайте попробуем, давайте попробуем. Идите, я буду за вами с рот повторять. Давайте медленно. А, вместе с какой ноги? Какая свободная, то есть с закрытой ноги не шагай. Какая нога свободная, такую мы поступаем. Хорошо, я готов. Не опорная нога, если налево встанем, а право будет шагать. Хорошо. Поднимаем, выталкиваем колено и уже на нее привелось и вес тела. И тут прямая коленка, и здесь. То есть получится как кузнечик. Угу. Ну и в принципе, принцип действия. У нас неплохо получается, смотрю. Так, мне кажется, напоминает обурятские танцы немного. Ладно, извините, увлекся. Увлекся. Если бы это ускорить, то это будет нормально. А если медленно, конечно, очень странно. Так, я не понимаю, как можно напрягать, что-то расслаблять. Еще раз, пойдите, я запомню. Я, вы про санку забыли еще. Вы сгорли. Все, я гордый. Живот втянул. Все. И все, в принципе. И пошел. И пошел. И пошел. И пошел. И пошел. Так, мы здесь фили остаться. Задержать позу. Смотреть на зрителя. Как надо смотреть на зрителя? Очень. По-доброму. По-доброму? Да. Полупнуться. Медленно разворачивая корпус, продолжаем идти. Так, по-доброму? У вас же была практика, теория, да? Как вам объясняют, ну, допустим, люди, которые, ну, не первый раз шагают. По-доброму, что это значит посмотреть? Ну, мы же должны себя показать не только внешне. Да. Ну, а как человек должен... Вы увидите внутреннюю часть, да? Угу. То есть, глаза, зеркало. Души. Души. Вот и все. То есть, мы смотрим с позитивом, с таким хорошим настроем. То есть, у многих есть такой вид прищурец, что-то такое. Спасибо, это он у меня. Нет, я ничего не делала. У меня, например, нет? Просто, да, что у многих есть такое что-то. Смотрите, это я, что-то такое. А, ну, так мне не должно? Нет. На конкурс красоты тоже максимально какой-то. Хищник, нет? Тебя сразу раскусит в этом плане. Ну, он что-то из себя строит, да? Да, я, может, медкарона. Это максимально добрыми и красивыми, да? Да, но я настолько естественными, потому что, ну, ты же себя показываешь. Хорошо. Хорошо, давайте сейчас смоделируем ситуацию. Мы словно на показе мод. Мы вот просто будем ходить, ходить, три раза туда-сюда сходим. Хорошо. Пожалуйста, я за вами. Просто максимально красиво, эффектно, и не забываем позицию на камеру. И улыбаться. Конечно. Сразу несколько надо будет и доброту показать. Давайте, допустим, какую-нибудь еще эмоцию можно. Страсть и грусть. Хорошо? Зачем они? Доброта, страсть и грусть. Какой набор хороший. Хорошо. Три, два, один, поехали. Так, доброта сначала, да? Что надо дальше? Страсть, страсть. А походка в страсть должна меняться или она просто должна идти? Я не заборжала страсть, поэтому, я не знаю, нужна ли походка определенная. Ну, не знаю, страсть же, она прям вообще красивая. Грация окошка. Да, да. Вот так. Не знаю, меня бы выгнали, наверное, давно-давно. Ну и грусть, 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 естественно. Маленькая грусть немножечко. А вы, дорогие мои, тоже не грустите, потому что впереди маленькая рубрика. А дальше вы узнаете все секреты красы в Гурятии. Не переключайтесь. С правой. Почему? Потому что день будет удачным. А слева будет неудачным? Неудачным. А это же приметы, ты же в них не веришь. Я в них не верю, но всегда стою с левой на день удачи. Ты же сказал с правой. Ну, это для тех, кто верит в приметы. С правой. Потому что, если с левой станешь, иногда можешь, иногда ты можешь, ну, может, если неудача тоже появится. С левой. Приводился. Ага. Если кто правца, я думаю, что он должен встать на правую ногу. А если кто лиса, тот на левую должен встать. Не знаю, но я всегда с двух стою. С двух ног? Да. Да. Почему так? Попрыгаешь? Ну, я прыгаю с кровати. И с какой разницы? Я с двух. В этот день зря я с двух. Надо просыпаться в три часа ночи из-за того, что тебя разбудил будильник. Готовится к школе. Идти в шесть утра в школе. Ты едешь пить с конечной в пробках. И в восемь часов, когда начинается урок, ты уже в школе. В три часа встаешь? Да. Надо сначала взять свой телефон, поставить на нем будильник ночью, ну, к вечеру, ну, или ночью. Потом положить телефон рядом с собой, ну, не на кровать, конечно. И потом, когда он позвенит, то ты можешь встать. Проснулся, в туалет ходил, умылся, покушал. Правда, мне мама утром ничего не готовит. Тянька. Ты сама утром? Я не ем утром. Почему не ем? Мама не готовит, мы не успеваем. Я всегда так стою. Очень рано всех, чтобы посидеть в компьютере. Ты сидишь в компьютере, то есть у меня? Да. Это во сколько время? Ну, я не знаю. Ну, тогда еще все спят. Но я не знаю время. У меня что-то утрома, солнце, а потом петух кричит. Я же держу, потерю его, и видишь, встану. Новое утро, к сожалению, подходит к концу. С нами была краса Бурятии 2022 года, Екатерина Быкова. Катя, в итоге? В итоге, ну, мы готовимся к Москве, мы готовимся к российскому конкурсу. По-любому выиграем. Для себя, для личного, все, что, 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 что будем делать? Я даже не знаю. Ну, то есть, еще целый год впереди. Ну, готовить сами, конечно же, летом лучше. Я просто поняла, над чем мне есть поработать. В процессе конкурса я увидела свои недостатки. Оказывается, они у меня есть. Нет, не было. Нет, они есть. Я и буду над ними работать. Вообще, какие-то по работе планы, может быть, может быть, снова в искусство вернуться? Да, я планирую в плане того, что я хочу открыть свою студию вокала, начать с нее. Поэтому рекламу, как говорится, я себе уже сделала. Студия вокала от красы Бурятии. Да, что-нибудь такое. Красивый вокал вместе с нами. Да. Хочешь петь красивое, иди к красе Бурятии. Может, что-нибудь такое? Звучит, как прекрасный слог, мне кажется. Да, и сначала со студии начать, а потом я хочу частную школу. Частную школу? Да, частную музыкальную школу. Нет, музыкальную школу. Чтобы это сольфеджио, музыкальная литература и так далее. Это же большие деньги. Да. Их нужно заигрывать на красе России. А там и на мир. Почему бы нет? Да, почему бы на мир. Слушайте, какие благородные цели. Грузничков, значит, плавать учите. Да, помогаю. Корректировать здоровье. Да, деткам, знаете ли, музыкальное образование даете. Еще и частную школу. Это все краса. Краса Бурятии 2022 года. Хотя, огромное спасибо, что вы сегодня были с нами. Это было потрясающе. Я вам желаю только самого лучшего, самого прекрасного. Ну, а вы, дорогие друзья мои, больше улыбайтесь, просыпайтесь вместе с нами. Это была программа «Новое утро». Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова